Привет. Как твои дела? Как настроение? Привет. Очень рада быть здесь. Меня зовут Екатерина Ченкова. Я младший технический писатель из AzonTech. Сегодня хотела бы поговорить о очень важной такой теме в разработке API о документации. Точнее, о создании, о поддержке этой API-документации и как разработчик может на это повлиять даже. Какую роль он несет в этом процессе. Привет. Материал для нашего доклада. Я собирала в течение своей работы в AzonTech. Это два года, почти ровно два года. Сначала сидела с задачами на документирование API. Думала, что это очень непыльная работа. Просто пили слагер. Описываю на основе текущих описаний методов. Все классно. Но классно не получилось. Поэтому я пошла копать гуджи. Я смотрела чужие API-доки. В публичных пространствах анализировала. И примерно так материал и набежала. И говоря о чужих API-доках, я хотела бы немножко дать небольшой дисклеймер, что персонажи, события, все, что появляется в этом докладе, выдуманное. Если что-то очень сильно совпадает с вашей ситуацией, с вашей командой, все выдумано, все совпадения у нас случайные. Ну и так как в докладе я говорю о хорошей и о плохой API-документации, считаю, что нужно еще прояснить эти два термина. Хорошая документация, API-документация, ее всего лишь хорошо читать, легко поддерживать. Ну а плохая, соответственно, ее это документация. Очень трудно понять, трудно поддерживать разработчикам, читать пользователям. И мой доклад будет основан на одной истории, одной команды, команды Гош. Это такая средняя команда. Они разрабатывают решения для... API-решения для транспортной компании. У нас есть в этой команде разработчики, у нас есть стейкхолдеры, есть аналитики. Есть у нас еще очень грустная PDF-блока, она стоит в уголочке, никто ей не занимается, потому что Гоша, который был ответственной за документацию для пользователей, покинул команду, и PDF-блока, который у них есть, они ее просто рассылали заказчикам по электронной почте, она легла ответственностью на всю команду. Ну, Гоша решили, если она раньше не болела, хорошо, мы просто продолжим ее поддерживать. И давайте посмотрим, как же Гоши поддерживали эту API-документацию, которую они рассылали в PDF-формате заказчикам, пользователям. Оказалось, что PDF-файл очень сложно поддерживать локально, то есть кто-то, Гоша-аналитик, у нас свои правки, стейкхолдер у нас свои правки, и вот у нас получилась куча версий, мы не знаем, что отсылать заказчику, потому что надо все выверять, сравнивать, но что-то мы все равно отправим. Но Гоша, который готовится к следующему релизу, решил ввести в документацию новые вещи, он не знает, какая версия правильная, создаст новое, и будет счастлив. Но счастье не случилось. Гошам не понравилось вот это вот обилие разных версий, поэтому они решили поспрашивать других своих коллег, других команд, как же действительно лучше ввести API-документацию. И они выделили, ну, три основных входа, решили включить туда свой PDF-файл и разбили это по параметрам. Удобно разработчикам, то есть разработчики, не знаю, готовятся к релизу, что-то внесли, им это удобно сделать. Пользователям легко это читать, легко в ней ориентироваться, находить, например, нужные методы, да, или порядок работы с методами. И ссылка, что она статичная, либо что саму доку можно просто где-то в одном месте найти, и эта доку всегда там будет лежать. Ну, PDF-файл, либо там, док, что это может быть, именно как файл локальный, они сразу отмели, потому что вот эта многоверсионность, она пугала, она была не очень удобной. Никому не пользоваться, ни разработчикам, потому что надо было бы поиску все искать, и, ну, никакого удовольствия. Они подумали об автоматической генерации. Ну, тут 50 на 50, потому что удобно пользователям будет, пока это удобно разработчикам, а разработчики должны оставлять очень осмысленные, очень подробные комментарии в коде. Не всегда получалось, поэтому 50 на 50. Но ссылка статичная, но ходить все-таки легко. Они подумали в сторону вики-платформы. Хорошее решение. Они подумали, что это будет классно, что каждый член команды сможет контрибьютить в эту доку, вносить какие-то практики. То есть это не только зависит от комментариев в коде. Пользователям удобно. Можно, например, порядок работы с методом, методом, запихнуть, не знаю, кучу описаний методов. Все хорошо. Ну, и ссылка также статичная. Она одна. И больше сказали, да, это оно, нам это решение подходит. Боша из другой команды им напилил доку. Вот они получили эту красивую вики-доку с методами, которые рассортированы по папкам, с описаниями, что вообще происходит. Все рады. Ну, а Гоша сказали, большое спасибо, мы будем поддерживать эту доку своими силами. И как же они начали эту доку поддерживать? Появились новые методы, а папки под этих методов нет. Ну, положим общее дерево методами, все нормально. Их пока мало, их пока мало, не критично. Потом они дальше начали описывать управление, свои методы, параметры. Они написали, что метод будет отключен 4 июня, но они сказали, что использовать место этого метода. Пользователь не знает, пользователь пошел спикаться, о чем мне использовать, он потратил часы на поиск нужного решения для себя. Ну, а куда пользователь может сходить, если он чего-то не знает? Поддержку. Пользователь еще посмотрел на описание методов, описание параметров, немножко ужаснулся, что же такое n-point, что же шипменты. Разработчики сделали свою работу, они хорошо описали метод, ну, со своей стороны, а пользователь немножко не понял, что это за красивое название. мой лидер, мой самый любимчик, это описание параметра destination, куда вести, кажется, что все ясно, но пользователю этого недостаточно. Пользователь пошел попрощать поддержку. Что же делать, что использовать, что за n-point, его же вроде отправление отправляли, а тот шипмент какой-то. Непонятно. Поддержка завалилась вопросами, смотрел в доку, в доке ничего. Она пошла сейк-колдером, давайте спросим у сейк-колдера, что действительно нужно, параметры указывать, улицу, город, страну. Сейк-колдеры смотрели. А в доке тоже действительно этого нет. Ну, давайте спросим разработчиков. Спросили разработчиков, разработчики снова отправили в доку, и в доке снова ничего нет. Ну, значит, нужно перерывать все тезеки, которые написали по этому конкретному методу, может быть, еще их надо как-то особенно поискать эти тезеки. Аналитик немножко загрузился, а в это время работа не стояла. Команду пришли новые обоши, их нужно анбордить, контактность пользователей возрастала только, и, по сути, все члены команды, включая разработчиков, отвлекались как раз-таки на написание тезе, которое нужно сначала сложить из уже написанных, ну, в доке же ничего нет. Они отвлекались на анбординг коллег, что-то обучить какую-то базовую базу, потому что не было бы дойки, которым можно дать и сказать, вот, читай. И отвечали на вопросы пользователей, конечно же, но Гоши, разработчики, они не остановились, они продолжили готовиться к релизам, ведь транспортные компании обновления, теперь можно будет доставлять посылки в Гоши, Кастан. Напомню, что все названия выдуманы, и Гоши очень радостно выкатили методы для международной достатки, но на этапе подготовки они думали, что надо их действительно как-то развести локальную достатку, международную достатку, чтобы просто это не путать. И первое, что они начали разбирать, это идентификатор отправления. и Гоши, стейкхолдер, смотрел словарь, что там отправление в shipment, значит shipment ID. Аналитик посмотрел, подумал, он же заказывал еще посылки за рубежа, но нет, это parcel, поэтому не shipment, а parcel. А разработчики снякнулись между собой, ну, идентификатор, значит ID. И все бы было классно, я бы, если бы все эти три человека не законтрибьютили с доку. Ну, у пользователя случилась проблема, он заказывал что-то из-за границы либо в Гашкорстан, он хотел передать значение параметрам ID, номер перевозки, что-то у таможенной данные не совпали, посылка не проходит, она вообще обратно отправителю отправилась. Подошка пошла смотреть документацию, так, ID, номер перевозки, все, в принципе, логично, все нормально, значит проблема в другом месте, мы уточнили. Аналитик тоже пошел искать действительно что за ID, в чем прикол, почему не проходит там оплата, почему не срабатывает метод, и он открыл портал VAT. Он загуклил все параметры, которые названы ID, и получил, что это даже не номер отправления, это не номер перевозки, это еще идентификация товара, может быть, это просто ID, а может быть, это артикул товара, это могло быть все, то есть Гоши абсолютно потеряли свои доки, как и пользователи, которые привыкли, что ID это номер перевозки, а он стал еще и номером отправления, и стал вот этим всем тоже. Ну, тогда Гоши аналитик пошел немножко с другой стороны, он начал искать, а что же просто такой идентификатор отправления, а это все вместе взято, что и Гоши разработчики, и Гоши аналитики, и стейкодеры все влили в эту локу. Это еще и накопилось в предыдущих каких-то методах, это и диспетчер, тут подкуп появился, просто transportation number, как классно, спасибо. Ну, для разнообразия еще решил посмотреть, только ли с идентификатором отправления такая беда, и посмотрел идентификатор товара. Нет, там тоже была беда, что термины абсолютно расходились, была какая-то путаница, ну, а пользователи теряют деньги, они стучатся в поддержку, они стучатся в разработчиков, поддержка стучится в разработчиков, что же действительно происходит, пользователь теряет деньги. Ну, и поэтому Гоши разработчик встал и сказал, хватит, надо эту доку приводить в божеский вид, потому что все съезжает, все плохо, очень грустно работать, когда поддержку столько сыпется вопросов, а поддержка сыпется над. И поэтому Гоши решили подумать, как эту проблему решить. Они взяли небольшой тайм-алут, отправили заказчикам небольшую заглушку, пользователям заказчикам, не смотрите пока в доку, и начали анализировать. Гоши, разработчик, сказал, что он совершенно устал от этой доки, что она неимоверно болит, потому что вся поддержка адресу клиентов уже в разработчиках. Ну, логично, указали же на остальные страницы результаты контакты поддержки. Вот клиенты, пользователи входят в поддержку. Поддержка в разработчиков. Все текущие задачи съехали, потому что нужно решать вот эту проблему с многочисленным ID. То есть проблема действительно затрагивает всех. Все релизы съехали. То есть если вы хотели еще дальше развиваться в Башхастане, пришлось это дело тоже отложить, потому что разработчики просто занялись решением вот этой проблемы. Ну, и так как проблема масштабная, стейкходеры запросили у разработчиков отчетность, что тоже весьма грустно. Грустно разработчикам. Их все это достало. Поэтому они начали анализировать. Время было, чтобы это сделать, пока они отправили коммуникацию своим пользователям. Они подумали и решили, что название параметров недостаточно говорящие. Непонятно посмотреть на параметр, к чему, к какому методу он относится, к какой сущности, то ли это отправление, то ли это переводка. Сам процесс документации со временем стал похож на стол с одеждой, когда мы накидываем эту одежду на этот стул. Вот мы видим, это некрасиво, но разобрать это сил нет. Это бесполезная и раздражающая работа. Ну, документацию никто не проверял. Вот как написали, так оно и будет, так пользователи это увидят. То есть разработчики не ходили в документацию и не смотрели, как ли оно действительно работает. Ну, и у всех разные видения доки как раз-таки это кейс с шипным .id, несчастным идентификатором отправления. И Гоши решили договориться. Раз, в тот раз у них с PDF-дока отвечал за саму блоку один человек. Они решили, что с Vicky Platform нужна два члена команды. Они между собой подсовещались, подбудили этих членов команды. Они решили, что только у этих членов команды будет доступ к репозитории. То есть уже не будет каких-то массовых выкаток от стейкодеров, аналитиков, разработчиков, не все взятых. Они решили, что только Гоши документаторы займутся этим делом. Но они решили еще долгую раз, пару месяцев пересматривать, как раз-таки вместе с разработчиками, чтобы выделить, чтобы действительно все было актуально. И начали они наводить порядок в этом списке методов. Сначала они посмотрели на вот эти накиданные методы в дерево методов и решили это чуть-чуть развести по папкам. Стало намного красивее. И просто пользователь, когда заходит, уже понимает, в какую папку ему зайти, чтобы воспользоваться таким пронужным методом. Мы же стали информативнее предупреждать пользователей. То есть если раньше они просто писали, что метод подключен, все хорошо, решайте сами, что делать. Они подошли к этому немножко с пользовательской точки зрения и дали альтернативу. Пользователи уже знают, что ему использовать. Ему не надо пройти часы, чтобы найти нужное для себя решение. Ну и описание методов они тоже все поправили, чтобы была только самая нужная информация. И потом Гоши разработчики начали синковаться с Гошами документаторами. Они поставили регулярную встречу на раз в две недели. Ну иногда, когда какой-то планировался релиз, они, естественно, это делали намного чаще. Но они заложили на это какое-то определенное время, никто никуда не спешил, все обсуждали. Они рассказывали Гошам документаторам о новых фичах. Со временем они уже научились схищать какие-то вопросы Гоши документаторов, даже сделали себе небольшой шаблон. Вот, например, мы катим такой-то метод. Он работает так-то, такие-то там есть параметры. И то есть встречи проходили достаточно быстро, достаточно продуктивно. Они подумали, ну, все равно как-то Гошам документаторам не очень простая документация. Давайте мы автоматизируем эти процессы. А потом они просто проверили всю текущую доку и навели в ней порядок. Первое, что они сделали, они избавились от того, что понятно разработчику, не всегда понятно пользователю. И во многих случаях это даже совсем непонятно. Поэтому они немножко придрались. Например, то же самое слово shipment, которое понятно всем, что это отправление всем разработчикам, кто вовлечен в этот продукт. Пользователям понятнее отправление. То есть статус отправления было нормально. И мой любимый параметр destination, да, куда везти, стал уже более полным в описании. То есть это и страна, и город, и номер дома. Все мы хорошо описали. Пользователи уже представляют, что нужно будет видеть, какой результат у них будет. Гоша также создали бота. И в этот бот они вскормили в него весь глоссарит. Там, конечно, по-разному, всех методов, всех параметров. Как это, как сказать, что есть документация, чего нет. И поэтому им уже не нужно было ломать голову вот так, shipment ID, personal ID. Не нужно. Бот все знает. Бот выдаст вариант, который не встречается в блоке. Либо наоборот. Если мы спросим этого бота, а что этот параметр делает, бот просто все расскажет. Очень удобно. Не нужно просто обсуждать вечность времени, как назвать какой-то метод, чтобы он был говорящим. Потом Гоша пошли дальше. Они подумали, что не всегда есть возможность там синковаться и к какому-то конкретному релизу. Они могут быть загружены, что-то выпустить как фикс. Они решили делать, сравнивая куслагерам. Так, программа будет сравнивать текущий слагер, найдет обновление. И отбивку об этих обновлениях пришлют в чат с Гошами-документаторами. В этом чате они обсуждают только доку, что туда можно закинуть, когда можно синхронуться. И вот этот бот как раз-таки оповещает, что привет, давайте-ка вы задокументируете новые изменения, если она того нужна. И Гоша посидели, подумали, что-то жизнь действительно начала налаживаться. Гоша-разработчики парификсировали. У них уже не съезжают никакие релизы, они занимаются только своими задачами, они не отвлекаются на какие-то решения срочных проблем бизнесовых, небизнесовых проблем в поддержке, например. Они уже быстро отбордают новых коллег. То есть не надо собирать какую-то базу по частям. Они действительно могут дать другу и сказать, вот база, вот изучай. И все. И очень много времени на этом сэкономили. Пользователи самой книжки стали самостоятельными. То есть не знают, что документация верная, честная, что она обновляется, поэтому нет смысла уже входить в поддержку и вопрошать, что у кого. Они просто знают, что в блоке все есть. Ну и больше документаторы тоже стали самостоятельными. То есть не нужно уже дергать разработчиков по каждому моменту, например, просто даже спросить, а как мы назовем этот параметр? Например, есть бот. Они знают, когда публиковать обновления, потому что есть сравниваемые фаслагеры. Они работают практически в том номере. Но синки какие-то все равно у них есть. Они проходят довольно-таки быстро. У них есть структура. Они все разоработали шаблоны в себе для описания методов, параметров. И поэтому не нужно просто на каждом синге сидеть и придумать, что же этим гошином документаторам сказать такого. Ну да, и вопрос как раз-таки с названиями. Они тоже все решили. И все, док и не болит. Гоши-разработчики очень рады, ведь с них, с их плеч снялась куча ответственности, куча работы, которая, например, напрямую затрагивает их задачи. Они занимаются своими задачами. Они синкуются с гошими документаторами. Гоши-документаторы делают доку. Все очень счастливы. И поэтому, чтобы вашим от идока не болело тоже, гоши-документаторы сделали, ну, что-то чек-листо. Они советуют просмотреть всю текущую доку, аналитику, что вообще есть, и справить ошибки. Это будет, наверное, первый этап, с которого можно начать работать на доке. Они также рекомендуют синковаться. Опять, если есть ответственность за документацию в команде, в компании, поставьте регулярный синк. Будет все хорошо уже, даже если просто есть этот синк. Соблюдайте глоссарии. Они очень советуют это делать, чтобы избежать такой неприятной ситуации, в которую они попали с этим параметром ID. Они также очень сильно настоятельно рекомендуют оставлять понятные комментарии в ходе. Например, если разработчик уйдет в отпуск, он заболеет на лали. А коллеги-документаторы уже по этому комментарию в ходе поймут достаточно, чтобы отразить это в доке. Они очень советуют выбирать статистику вопросов, поддержку. То есть так можно выгрузить поддержку. Поддержка не пойдет в разработчиков. Вот. И просто как бонусом автоматизируйте все, что можно автоматизировать. То есть боты, сравнивают постфагеров, какие-то джоббы, проверяки с пейплайами. Все это можно прекрасно автоматизировать. И на этом мы с Гошами, счастливыми Гошами, что у них уже больше не болит докра. Благодарим вас за внимание. Вас благодарили организаторов за возможность поделиться опытом. и готовимся к вашим вопросам. Кать, спасибо за доклад. Напомню, что лучший вопрос у нас получает ПАК Мерчат конференции, поэтому задавайте ваш вопрос, пожалуйста. Есть вопрос. Не подумали ли Гоши о генерации IP-документации с помощью SSG? Они думали, они рассматривали, но им все-таки хотелось бы оставить вики-платформу, например, свою какую-то, чтобы можно было не просто из кода брать комментарии, а более понятно записывать, контрревьюить, кто туда. Поэтому, да. Ну, как будто такой подход хорошо работает, если действительно есть человек, который будет документацию вести. Если речь только о генерации документации, то, наверное, да. Хорошо. Следующий вопрос. Да. Видится, что такая ситуация возникла из-за того, что на этапе проектирования кто-то не подумал о нейминге. Что скажешь на это? Так, мне нужно дочитать, потому что я вижу там продолжение. Правильно я понимаю, что хотят бить палками аналитиков? Ну, палками бить аналитиков, пожалуй, не стоит. Да, совершенно не стоит. Да, на этапе проектирования, но команда Гоши, она небольшая стрельня, поэтому все принимают участие в разработке отлично, а создания так насинковались. Я думаю, что это не проблема какого-то конкретного члена команды, потому что и стейкодеры очень сильно влияют, опять же, на нейминге, и сами разработчики. Недостаточно было просто коммуникации между всеми ними, как я считаю. И хорошо, что это всплыло хотя бы на этапе документации. Хорошо. Следующий вопрос. Смотрят ли Гоши в код? Гоши документаторы или Гоши разработчики? Гоши разработчики, думаю, смотрят. Думаю, тоже, да. Ну, Гоши документаторы, на самом деле, они мне не очень сильно рассказали, кто именно Гоши документатором стал, какой у них программ. Но, конечно, если там есть комментарии, конечно, Гоши документаторы смотрят в этот код. чтобы просто понять, что происходит. Я проверяю все чаты. А, вот. Код, модель должны быть самодокументируемыми. То есть нейминг, да, всему голова. Называйте свои объекты так, чтобы читателю все было понятно без комментариев. Это мы просто... Книга чистый код учит, например. Это хороший комментарий. Да, это отличный. Но как практика показывает, не все могут этого придерживаться. Может быть, просто еще не посмотрели пока Гоши по этому поводу. Поэтому... Хотя, с другой стороны, Катя, мне кажется, и в твоем опте были такие проекты, где кода настолько много, что пытаться его вычитать, ну, чтобы понять, что там вообще происходит. Довольно трудоемкое дело. Как думаешь, в таких ситуациях, когда вот есть какой-то большой-большой монолит, как же все-таки лучше организовать документацию? Лучше, наверное, организовать ее как раз-таки вики-платформой. Топлю за вики-платформу. Простите, обожаю вики-платформу. Да, и процесс документации, я думаю, что, опять же, с таким монолитом должен опять, не знаю, исходить из командной работы, там, разбить этот монолит функциям. Поэтому, да, я думаю, что код оставлять в таком монолите будет очень... Комментарии в коде оставлять будет очень сложно. Да, и поэтому, я думаю, что сильно к ним все решится. Спасибо. Пока вопросов больше не поступает, если у кого-то... А, вот. Как уговорить Гош начать писать доку и выполнять чек-лист, если они еще не столкнулись с этими проблемами и авралами? Показать им этот доклад, чтобы они и не столкнулись с этими проблемами и авралами. Да, да, как вариант. Либо как мораль нашей презентации, просто начать тинковаться. Когда есть уже какое-то обязательство, к этому обязательству хочется что-то делать. Поэтому, ну, как тинк, надо к тинку готовиться. Поэтому, да, думаю, это может быть хороший старт. Куда лучше писать термины бизнес-сущности и как их описывать? Как в докладе был шипмент? Ввести глоссарии. Для глоссария можно выбрать любую подобную платформу. То есть это можно, например, делать и в самой Вики-коферме, там, не знаю, какую-нибудь скрытую страницу, скрытый файл, куда могут зайти, не знаю, все, кто документирует, и посмотреть. Либо, либо какой-то внутренний системе документации, например, в конфлиенс. Там тоже можно ввести этот глоссарий. Либо тот же самый ботик. Но бота нужно чем-то кормить. Поэтому, скорее всего, конечно, где-то внутренние системы документирования, как конфлиенс. Спасибо. А вот теперь у нас уже заканчивается время. Последний вопрос. Верните, последний вопрос. Как чат-бот понимает, что пора внести изменения в базу знаний? Внутри него моделька или просто поиск по базе? Чат-бот не понимает. Чат-бот только ищет по базе. Понимает, например, сравнивал к свагерам, и она отдает обливку, потому что изменения произошли. Чат-бот просто в него скормили базу терминов, глоссарий, описанием этих методов, параметров, например. И поэтому бот работает просто как поиск.